К нам присоединяется Фёдор Венеславский, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Приветствую вас, рады видеть. Добрый день. Добрый день, рады видеть. И хотелось бы поговорить действительно о том, как спустя год после усердительного саммита Крымской платформы участники вновь соберутся. И вот сегодняшний день действительно очень важный. Хочется всё-таки узнать, на самом деле этот саммит будет очень серьёзно отличаться. Я даже не про численность и про повестку, которая будет обсуждаться. Этот саммит он проходит на фоне войны. Поэтому первый вопрос к вам, Фёдор. Чего следует ожидать от мероприятия в условиях полномасштабной войны России против Украины? Насколько этот саммит может быть действенным? Я бы так даже озвучила вопрос. Понятно, что будут определённые заявления от лидеров разных стран. Но вот если мы говорим о перспективах до оккупации Крыма, насколько именно во время второго саммита на фоне войны, я повторюсь, действительно эта тема может быть просто переведена из плоскости документально и переведена в действенную? Во-первых, давайте вспомним первый саммит Крымской платформы в прошлом году, когда ещё не было этой полномасштабной войны. И если посмотреть все события, которые перед саммитом и во время саммита происходили, действия Российской Федерации на всех уровнях и на уровне медийном, и на уровне политическом, и на уровне неофициальном, мы понимаем, что Российская Федерация боится, очень панически боится консолидации всех стран в вопросе освобождения и деоккупации Крыма. В прошлом году российские политики и российские дипломаты предпринимали максимальную усилие для того, чтобы сделать минимальным представительство на этом форуме с разных стран мира. Это им не удалось, и даже их пропагандисты очень так нервно воспринимали те речи и заявления, которые в прошлом году звучали на полях Крымского саммита. Сегодня, когда идёт полномасштабная война, Крымский саммит, он является ещё более серьёзным и дипломатическим, и международно-правовым, и медийным, и политическим событием, которое, мне всякого сомнения, будет означать очень большую консолидацию всех усилий на и прекращение войны, и на деоккупацию Крыма. А поскольку это происходит на фоне тех событий, которые на Крымском полуострове в течение последних двух недель стали ежедневными, именно различные неаккуратные обращения с огнём, с взрывчатыми веществами, то, конечно же, на этом фоне Крымский саммит, он станет очень мощным сигналом для всего цивилизованного мира, и в консолидации их усилий и их заявлениям в отношении России. Поэтому я думаю, что это будет очередным, скажем так, очень болезненным событием для Российской Федерации, и для нас это будет поводом напомнить всему миру о том, что Российская Федерация с 2014 года ведёт террористическую преступную войну с нарушением всех норм и устава ООН, и норм международного права против Украины. Фёдор, хотелось спросить у вас, как специалиста по безопасности и члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, шире о Черноморско-Азовском регионе и о том, насколько Крым, то, что там творит Россия в оккупированном Крыму, насколько это важно не только для нас, для Украины, а насколько для всего Черноморского региона, там много стран, одна Турция, да, чего стоит. Вот перед тем, как вы будете отвечать, хотелось заявление министра обороны привести. Россия является основной угрозой в Черноморском регионе. Такое мнение высказали представители власти практически всех черноморских стран, утверждают международные эксперты, они это поддерживают по их информации. Это связано с тем, что Россия непредсказуема в своих действиях. Это единственное государство, которое нарушает международное право, действует каждый раз гибридными методами и таким образом ставит под реальную угрозу мировую безопасность. Полномасштабное вторжение в Украину тому подтверждение, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства. Российский флот разбрасывает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежащие ВМС Украины до 2014 года. Де-факто это попытка совершения террористических актов против гражданских судов. Алексей Резников, министр обороны Украины. Ну вот, собственно, вопрос, Федор Владимирович, насколько эта угроза глобальна, насколько она российская угроза в Черноморском регионе серьезна для других стран? Я думаю, что действия Российской Федерации с 2014 года, и особенно с этого года, с 24 февраля, они очень ярко и без любых инсинуаций со стороны кого бы то ни было свидетельствуют о том, что Россия не соблюдает вообще никакие нормы международного права, не касающиеся морской безопасности, безопасности морского судоходства, не касающихся правового статуса международных вод, какими является Черное море, по большому счету, ни безопасности с точки зрения даже здравого смысла и трезвого рассудка для гражданского судоходства в регионе. Конечно же, когда идет полномасштабная война, и Российская Федерация сначала оккупировала Крым, объявила территориальные воды Украины, в том числе и воды морского шельфа и недра, которые она захватила своими и начала их эксплуатировать и использовать украинские бывшие буровые установки. Потом, когда в 2022 году, 24 февраля, Российская Федерация начала и морскую войну, и сухопутную войну, Черное море превратилось в очень большую опасность для всего судоходства, потому что, естественно, и глубинные мины, которые устанавливали российские военные корабли, и наши военно-морские силы, они в силу тех же погодных условий, и когда идет шторм, они могут срываться и появляться в любом уголке Черного моря, учитывая, что и Босфор в непосредственной близости, скажем так, к зоне введения боевых действий, сейчас надеяться или быть уверенным в том, что Черное море является безопасным, вообще никто не может, вообще, от слова вообще. Поэтому, конечно, Российская Федерация своими действиями полностью блокировала нормальную жизнь, нормальное судоходство в Черном море. Соответственно, для того, чтобы Россию каким-то образом заставить, уважать норму международного права, на мое глубокое убеждение, есть только один на данный момент путь. Это путь консолидации всех наших партнеров и усиления санкционного давления. Потому что Россия решением своего конституционного суда, Российская Федерация, я хочу напомнить зрителям, она признала, что нормы международного права для Российской Федерации не являются обязательными, если говорить простыми словами. Там юридические конструкции, что если идет коллизия между нормами международного права и нормами национального российского законодательства, то действует национальное законодательство, а простыми словами, что международное право для России является необязательным, и она к нему обращается только тогда, когда ей это выгодно, либо медийно, либо политически, либо в каких-то своих международных отношениях. Поэтому надеяться, что Россия будет уважать нормы международного права, в том числе регламентирующие судоходства гражданские в Черном море, к сожалению, у нас нет никаких оснований в это надеяться. Федор Владимирович, продолжим, еще немножечко поговорим про Крымскую платформу, будем следить, как будет происходить, будем заявления показывать нашим зрителям, обсуждать и говорить об этом обязательно в наших и ближайших эфирах. Но в продолжении того, что уже мы начали говорить, вот вы затронули и аспект безопасности во всем регионе, хотелось бы продолжить, понятно, что из-за полномасштабной войны Российской Федерации против Украины саммит Крымской платформы столкнулся с определенными и даже новыми задачами. Организация КрымСОС утверждает, что необходимо показать, что Крым стал плацдармом для вторжения на материковую часть Украины и есть четкая связь между безопасностью Юга Украины и демилитаризацией полуострова. Лидерам следует отразить заявление, что агрессия началась с оккупации Крыма и должна завершиться его деоккупация. Кроме вот такого заявления, таких заявлений очень важных действительно обращение к лидерам других стран, которые прибыли в Украину и которые будут брать участие и онлайн. Кстати, напоминаем зрителям, кто-то будет присоединяться и в онлайн режиме и принимать участие в Крымской платформе. Какие еще, скажем так, задачи стоят на протяжении этих нескольких дней у участников Крымской платформы, особенно если говорить об участниках с украинской стороны? Для нашей делегации, для участников с украинской стороны важно каждый раз напоминать о том, что Российская Федерация в 2014 году совершила попытку аннексии территории суверенного государства. Что Российская Федерация является страной, которая системно, последовательно нарушает многосторонние и двусторонние международные соглашения. Я хочу напомнить, что и неприкосновенность границ, и принадлежность Автономной Республики Крым для Украины была безусловным положением всех двусторонних международных соглашений между Украиной и Российской Федерацией. Поэтому для нас очередной раз важно продемонстрировать вот это пренебрежение нормам международного права и пытаться консолидировать наших союзников в усилении давления на Российскую Федерацию. Правильно вы сказали, в данном случае можно как один из вариантов будущей деоккупации Автономной Республики Крым объявить ее вообще зоной, на которой не должны размещаться никакие вооруженные силы. И это будет путь к деоккупации максимально мирным путем Автономной Республики Крым. Поскольку в 2014 году Россия и открыто говорила о том, что Автономная Республика Крым – это их мощный новый плацдарм для интервенции в Черноморском регионе. И в 2022 году она это продемонстрировала своими конкретными действиями, развязав вот эту ширкомасштабную войну. Поэтому для нас важно акцентировать внимание и привлечь максимальное международное внимание к проблеме оккупации территории Украины и Автономной Республики Крым, прежде всего, и отдельных районов Луганска и Донецкой области, и юга Украины. Показать, что Российская Федерация этими действиями, под каким бы предлогом она их не совершала, она расчищает себе дорогу к следующим агрессивным действиям. Поэтому нужно всеми путями противостоять для вот такой агрессивной террористической деятельности России в любой точке мира. Федор Владимирович, продолжение Крымской платформы. Очень многие обращают внимание, эксперты говорят о том, что хотелось бы, чтобы там ряд участников и стран, которые присоединялись к Крымской платформе, их было больше, расширялось, и чтобы пребывали в Киев. Понятно, что это невозможно сделать по определенным причинам из-за продолжения военных действий. То есть расширить так круг тех стран. Лихтенштейн на протяжении этого года присоединился, заявил о своем участии в Крымской платформе. Но я просто хочу озвучить нашим зрителям, на самом деле, что вот саммит, который состоится и сегодня, стартует Крымской платформы, это же на самом деле одна из составляющих работы Крымской платформы. На самом деле это процесс долгоиграющий. Он идет каждый день. И Украина, я напоминаю зрителям, готовит конференцию по безопасности в одном из иностранных государств и ряд мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Есть информация, Дочи Вэлли ее озвучивает, что 24 октября в Хорватии планируют провести следующий саммит на уровне глав парламентов. И этот формат действительно очень важен, потому что там смогут принять участие, например, представители Соединенных Штатов Америки активно, возможно, кто-то из Германии и так далее. Если мы говорим про дальнейшие планы и про ту работу, что вы еще можете нам рассказать в ближайшее время в рамках Крымской платформы будет важного происходить? Я понимаю, 24 октября где-то далеко, но я хочу, чтобы зрители слышали о том, что Крымская платформа — это работа не только саммита, на самом деле. Это очень важно, на этом акцентировать внимание, потому что это работа, которая, вы знаете, сегодня пройдет первый день саммита, но завтра же ничего не закончится, и послезавтра не закончится только тогда, когда произойдет деоккупация полуострова. И вот это очень важно. То есть конечная цель на самом деле же не просто говорить, что вот саммит прошел и все. Нет, конечная цель очень важная. Поэтому, возможно, вы можете нам озвучить в прямом эфире еще ряд информаций о том, как в ближайшее время будет происходить работа в рамках Крымской платформы. Вы абсолютно правильно акцентировали внимание на том, что Крымская платформа — это постоянно действующая площадка для диалогов в двухсторонних форматах с разными странами, в многосторонних форматах, которая как бы венчается вот этим ежегодным формам представителей глав государств, правительств и международных организаций, которые подытоживают вот эту всю деятельность, которая велась на протяжении года с прошлого саммита и в промежутках между которыми также происходят фактически ежедневные, еженедельные различные мероприятия, о которых может быть не так много публичной информации, но которые являются очень важными составляющими элементами вот этого постоянного процесса, направленного на деоккупацию автономной республики Крым. Кроме тех мероприятий, о которых вы анонсировали, буквально ежемесячно происходят некоторые события, например, в начале сентября, через две недели, будет форум, восточноевропейский экономический форум, одним из вопросов которого также будет деоккупация и автономной республики Крым, и иных регионов Украины, которые сейчас находятся под оккупацией, и которые тоже будут направлены на консолидацию действий и заявлений наших партнеров в противостоянии Российской Федерации. И такие мероприятия, они происходят постоянно. Поэтому, конечно, Крымская платформа – это постоянно действующий диалог, который идет на разных уровнях и на уровнях межпарламентских связей, на уровнях межправительственных, на уровнях глав государств, который имеет очень много различных составляющих. И в конечном итоге он, по моему глубокому убеждению, я думаю, по наших гражданам также приведет к тому, что Российская Федерация уберется с территории Украины и с территории Крыма в том числе. Федор Владимирович, установление контроля над Черным морем на протяжении многих десятилетий является одной из главных политических задач Кремля. По словам украинских международных экспертов, об этом свидетельствует и аннексия Крыма в 2014 году, а сейчас подготовка к аннексии Херсонской области и планы по оккупации Николаевской, Одесской областей. Таким образом, Россия хочет лишить не только экономического потенциала Украину, но и завоевать господство в морском бассейне, бросив очередной вызов НАТО. Именно поэтому мировая безопасность будет зависеть от исхода военных действий в Украине. И я думаю, Крымская платформа как раз та институция, не просто саммит, которая позволяет об этом квалифицированно рассуждать. Вот скажите, какие выводы мир должен сделать из этого? Ведь действительно на глазах у всех это же не в секунду случилось. Россия готовилась, как некоторые сейчас утверждают, с самого начала независимости, практически с первых месяцев 1991 года, после того, как независимой стала и Россия, и Украина. Вот какие выводы мы должны сделать из этого? Во-первых, я хочу подтвердить ваши слова, что с начала 90-х годов Россия готовилась к оккупации, к аннексии Крыма. И об этом имеется информация, предоставлялась информация нашими разведывательными сообществами. И я буквально вчера на одном из совещаний разговаривали с генералом, который в 90-х годах возглавлял одну из бригад в Автономной Республике Крым. И когда шел процесс раздела Черноморского флота, даже такие нюансы, казалось бы, на тот момент выглядели как некое мелкое такое школьничество, когда Российская Федерация те объекты, которые она использовала, передавала Украине, она даже выкручивала составляющие, комплектующие из систем радиолокационных, систем вооружения и так далее. Писала там различные оскорбительные записки, там, шуточного характера. Но уже тогда было понятно, что это является целенаправленной подготовительной деятельностью к будущей оккупации Автономной Республики Крым. В 2014 году, ну вернее, я бы даже, наверное, тут вернулся в 2008 год, когда Российская Федерация с таким же цинизмом, с нарушением норм международного права оккупировала часть территории Грузии и западный мир. Все-таки, кроме вот этой глубокой обезпокоенности, которая стала уже нарицательным таким словосочетанием, каких-то решительных действий не предпринял. И это поощрило действия 2014 года в Крыму. И, в свою очередь, это привело к этой кровопролитной террористической войне, которую развивала Российская Федерация в 2022 году. Поэтому эти события, на мой взгляд, они уже являются предметом глубокого анализа и определенных выводов наших западных партнеров, которые понимают, что нельзя поощрять или нельзя даже, не то что поощрять, а оставлять без реакции какие-либо нарушения норм международного права, которые исходят от такой варварской страны, которая является Российской Федерацией. Поэтому после военного мирообустройства, я думаю, что вот эти события и 2008, и 2014, и этого года, они будут являться основанием для того, чтобы делать уже абсолютно иные формулировки в международных документах и предусматривать абсолютно иные действия на случай их нарушения со стороны, прежде всего, Российской Федерации. Благодарим вас за участие в нашем эфире. Действительно, ряд вопросов мы с вами затронули о том, как будут проходить сегодняшние события на Крымской платформе. Поговорили вообще о Крыме, поговорили о безопасности в Черноморском регионе. Федор Венеславский, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был с нами на связи.